Господи Божий мой, на тяну попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в Прощенное Воскресение за богослужением, читается Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, аще отпущается человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущается человеком согрешение их, не Отец ваш отпустит вам согрешение ваших. Игда же поститете, не будете, якожи лицемерие сетующе, помрачают бо лица своя, якода явятся человеком постящися. Аминь, глаголю вам, як и восприемлют мзду свою. Ты же, постяся, помажешь голову твою и лице твое умы, якода не явишься человеком постяся, но Отцу твоему иже втайне, и Отец твой, видив тайне, воздаст тебе яви. Не скрывайте себе сокровищ на земли, и где же червь и тлят лид, и где же татья подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, и где же ни червь, ни тлят лид, и где же татья не подкопывают, ни крадут. И где же, боись сокровища ваше, ту будет и сердце ваше. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Царство Божие есть царство мира и смирения, царство единодушия и любви. Вот почему Спаситель, преподав образец молитвы, еще раз настойчиво указывает, что прощение наших грехов зависит от нас самих, что суд Божий над нами в нашей же власти. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Святой Праведный Иоанн Кронштадтский пишет, «Спасение твое в твоих руках, в твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, и тебе будут прощены твои грехи, и ты со своими частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него бедным, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие грехи ближнему сравнительно со своими грехами пред Богом, а тебе Бог простит бесчисленные прегрешения». Научая нас нелицмерному посту, Христос заповедал, «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Какими бы высокими ни были иудейские идеалы о посте, их осуществление на практике было совсем иным. Во времена Христа, особенно фарисеи, спастились демонстративно, посыпали голову пеплом, отпускали щетину, не расчесывали длинные спутанные волосы. Но Господь говорит, что все это – лишь лицедейство. То, что совершается в тайне между человеком и Богом, не нужно выставлять на всеобщее обозрение. И так, во время поста следует приводить себя в порядок, как обычно, в том числе, используя благовоние, но при этом обращать свой взор к Богу, который все видит. Борис Ильич Гладков пишет. Обычным внешним видом своим обратить на себя внимание людей и обмануть их. Они не столько постились, сколько казались постящимися. Обманутый ими народ хвалил их за такое мимое благочестие. И они этим вполне удовлетворялись, так как только для этого они и лицемерили. «Своих учеников Спаситель призывает к иному поститься не с унылыми, а с добрыми лицами, чтобы не возникало ни у кого желание сказать постящемуся, если в твоем сердце живет Христос, скажи об этом своему лицу». Именно поэтому Христос говорит. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Византийский богослов XII века Ефимий Зигабен поясняет. «Так как у древних было знаком радости помазать голову маслом и водой умыть лицо, то он убеждает выражать свое удовольство время поста знаком радости, чтобы и от людей скрываться, и облегчить тяжесть поста радостью». «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Этими словами он заканчивает рассуждение о различии между двумя видами богатств. «Земными и небесными». Не стоит думать, что Господь хочет сказать. «Не беспокойтесь о земной жизни, но радейте только о жизни вечной». Как позже напишет апостол Павел к фессалоникийцам, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Уповая на милость Божию, мы должны сами трудиться для того, чтобы обеспечивать себя необходимым, но при этом не определять собрание материальных ценностей как приоритет своей жизни. «Истинные сокровища христианина там, где Господь, а Он на небесах, и значит сокровища наши должны быть там же». Итак, дорогие братья и сестры, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, предложенное нам в сегодняшнем евангельском чтении касательно прощения и обид, богоугодного поста и отрешения сердца нашего от земных сокровищ и любви к благам небесным, чтобы с чистым сердцем, идя по пути великого поста, с молитвой и покаянием приготовиться ко встрече праздника Светлого Христова Воскресения. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на телу паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok